О том, как Ленэнергия донесла ущерб жителям ввиду случившейся аварии на их подстанции. 5 ноября 2015 года произошла авария. В результате данной аварии был бросок электроэнергии с высоковольным попаданием напряжения в бытовые сети 220 вольт. В моей квартире сгорел монитор, сгорел МФУ, многофункциональное устройство, предназначенное для сканирования печати. Также сгорела дектовская домашняя телефонная АТС, которая распределяла сигналы по домашним телефонам. Сгорел телевизор, лампочка, несмотря на то, что была светодиодная. И при этом свет выключился на 8 минут. В течение 8 минут была надежда, что все заработает, но все данные устройства, которые были в тот момент включены и работали, оказались полностью разрушенными. В течение нескольких лет я пытался в досудебном порядке урегулировать и найти должного виновника. Для начала мною было сразу же в тот же день по мобильному телефону подана заявка в управляющую компанию. Уже управляющая компания проверила сети внутри дома. И по актам данной проверки никаких нарушений на внутридомовых сетях не было выявлено. Далее управляющая компания сделала запрос в Ленэнерго. И они подтвердили аварийную ситуацию, которая была на сетях Ленэнерго, именно на их оборудовании. И уточнили время отключения. Но получается, что мгновенный бросок, когда вся электроника сгорает, и время отключения, они не сопоставимы. В итоге они отказались в досудебном порядке регулировать, возместить нанесенный ущерб. Через год они заявили уже иную дату и заявили, что вообще не было никакой аварии. Все эти данные идут за подписью заместителя директора по реализации и развитию услуг ЕВ Гель-Горн. Вот его в подпись. Этот документ, допустим, был зарегистрирован 30.11.2006. 2016 он? Да, под номером ЛЭ 05-20-656. То есть история длится в 2015 году. Первые документы, которые были получены управляющей компанией за подписью исполняющего обязанности директора по реализации и развитию услуг, тогда был В.А. ЖУК. Потом господин Гель-Горн неоднократно присылал отписки, вот еще одна его бумага с его подписью, когда они считают, что нанесенный ущерб не является значительным, что отключение было всего на 8 минут и показания меняются, что потом вообще не было аварии. Соответственно, на данный момент меняются представители юридических лиц, как Петроэлектросбыта, так и Ленэнергия, которые пытаются всячески нарушить судебный процесс тем, что не предоставляют документы, которые затребовало на них суд.